Здравствуйте, дорогие наши братья и сестры! Мы с вами читаем книгу святого преподобного Никодима Святогорца «Невидимая брань». И сегодня мы с вами читаем главу 52, которая имеет название «Способствование к успеху в навыкновении молитвы». «Желающая успеха в молитвенном труде, все уже к тому и приспособляй, чтобы не разорять одной рукой того, что созидает другая». То есть здесь нам будут указаны некоторые приемы, которые должен иметь во внимание всякий, желающий научиться молитве. Вот и сразу очень важное замечание, что начал молиться, то, соответственно, не бросай уже этого дела, а старайся уже всю свою жизнь постепенно приводить к этому молитвенному устроению. Чтобы не было так, что одной рукой действительно строишь, а другой ломаешь. Итак, первое. «Тело свое держи строго и в пище, и в сне, и в отдыхе, ничего не давая ему, потому только, что оно того хочет. Как заповедовал апостол, говоря, плотью годи не творите в похоти, не давай покоя плоти». Вот сразу же, да, себе мы скажем, что мир вот этого всего, она должна быть разумной. Мы должны определять это крайне осторожно. И не потому, что до строгое отношение к телу, оно не нужно. Сразу порой оно для человека и не нужно, и невозможно, и даже опасно. Все должно приходить постепенно. Да, человек, который еще не закален, что ли, да, в каких-то трудах по овладению даже телом своим. Ну, он может, конечно, в ревности своей не всегда разумно пытаться копировать подвиги святых отцов. Ну, на сколько его хватит? И что это ему даст? Тщеславие от того, что у него что-то получается краткое время? Или уныние от того, что он забросил в итоге этого дела? «Внешние свои сношения сократи до самых неизбежных». Это имеется в виду общение внешне. Это на время обучения себя молитве. А потом молитва, действуя в тебе, укажет, что без ущерба для нее она может быть прибавлена. Особенно блюди чувства, и между ними наибольше очи, слух, свежи и язык. Без соблюдения сего и шагу не сделаешь вперед в деле молитвенном. «Как свече горит на ветру, и дождей нельзя, так нельзя затеплиться и молитве при приливе впечатлений извне». Вот такой вот нам пример здесь. Указывается, что следи за чувствами, начинай потихоньку, помаленьку ограничивать себя во внешних развлечениях. Это и касается, видимо, здесь и общения, и особенно каких-то чувств. Ну, в общем-то, для чего оно понятно? Чтобы вот как можно больше у ума и сердца было времени заниматься именно вот этим делом, делом молитвенном. Все свободное время после молитвы потребляй на чтение и размышления. Для чтения сбирай наиболее такие книги, в которых пишется о молитве и вообще о внутренней духовной жизни. Размышляй исключительно о Боге и вещах божественных, и наипаче о воплощенном домостроительстве нашего спасения, да, то есть воплощении Сына Божия. И в нем наипаче о страданиях и смерти Господа Спасителя. Делай так, будешь иметь себя погруженным в море божественного света. Присовокупляй к сему хождение в церковь, как только будешь иметь возможность. Однако и одно присутствие в храме осенит тебя молитвенным облаком. Что же получишь, если всю службу простоишь в истинно молитвенном настроении, восклицает автор. Что действительно, когда человек живет настолько внимательно, сосредоточенный жизнью, какие же действительно благодатные утешения, зрения он может получить во время божественной службы. Знай, что в молитве успеть нельзя без успевания вообще в христианской жизни. Неизбежно необходимо, чтобы на душе не лежал ни одного греха, неочищенного покаянием. Если во время труда молитвенного сделаешь, то, смущающая совесть, спеши очиститься покаянием, чтоб мог ты дерзновенно возревать ко Господу. И постоянно держи в сердце смиренное сокрушение. Затем не пропускай ни одного предстающегося случая к сделанию какого-либо добра или к проявлению какого-либо доброго расположения, наипаче смирения, послушания и отречения от своей воли. Но уже само собой разумеется, что ревность о спасении должна гореть неугасимо, и, исполняя всю душу, во всем от малого до великого должна быть главной движущей силой, со страхом Божиим и упованием непоколебимым. Вот, замечание очень важное. Для молитвы важно чистое сердце, сердце, которое отчаивается покаянием. Сердце мирное и спокойное. То есть человеку действительно нужно научиться жить жизнью, в которой бы его внутренний мир не был расхищаемый, чтобы его совесть не обличала. Какая действительно может быть молитва, когда ты мучаешься от содеянного, мучаешься от того, что ты находишься не в мире с кем-то, от гнева, от раздражения, когда ты мучаешься от несмирения. Конечно же, молитвы не будут. Хотя, опять же, можем сказать, что и для этого молитвы нужно, и в этом состоянии молитвы нужно просить Бога, что, Господи, приведи меня в тихую гавань, в которой я смогу непрестанно молиться к Тебе. Вот, чтобы все это было, то нужно как раз понимать, для этого мы с вами это и читаем. Конечно, кто-то здесь может уже воскликнуть, сказать, ну, какая жизнь, у нас вот такая жизнь вся суетная, тяжелая, столько в ней всего непредсказуемого. Но, опять же, начни это дело, и Бог сам будет тебе помощником. Неужели Господь не может твою жизнь настроить так, чтобы все в ней помогало тебе, если видит, что ты действительно желаешь быть в молитве с Ним едином? Он сам незримый, невидимый все в своей жизни выстроит. Так настроясь, утруждая себя в молитвенном делании, молясь то готовыми молитвами, то своими, то кратким его званием ко Господу, то молитвой Иисусовой, но не упуская при этом ничего из того, что может способствовать всем труде, и получишь искомое. Напоминаю тебе, что говорит Макарий Египетский, «Увидит Бог молитвенный труд твой, и что ты искренне желаешь успеха в молитве, и даст тебе молитву». Ибо знай, что хотя и своими усилиями творимая и достигаемая молитва есть молитва Богу приятная, но настоящая молитва – это та, которая вселяется в сердце и делается неотходной. Это и есть дар Божий, дело Божьей благодати. «Посему молясь о всем, не забывай молиться и о молитве». То есть проси Бога об истинном состоянии. И не успокаивайся, пока не придешь в это состояние, которое и называется спасением. Шестое. «Сообщу тебе, что слышал от одного боголюбца. Я жил, – говорит он, – не совсем исправно, но Бог смиловался надо мной и послал мне дух покаяния. Это было во время говения, то есть подготовки к его причастию. Я всячески напрягался, чтобы положить в себе твердую решимость и справиться. Особенно перед исповедью долго молился предобразом Божьей Матери, прося ее вымолить мне такую решимость». Приступив потом к исповеди, я все откровенно пересказал. Духовный отец ничего мне не сказал, но когда произнес над главой моей разрешительную молитву, в сердце мое канул сладкий огонек. Ощущение-то похоже на то, как проглотишь, как у лакомый кусок. Упавший огонек сей там и остался в сердце, и мне чувствовалось, будто меня кто держит за сердце. Всего времени я все молился и внимание свое держал там, где было такое чувство. Об одном старался, чтобы оно не отошло, и Бог помогал мне. О молитве Иисуса я не слыхал, и когда услышал, то увидел, что бывшее во мне было именно то, что ищется сей молитвой. Я привожу тебе это сказание, чтобы ты из этого разумел, что ищется молитвенным трудом, и по какому признаку можно узнать, что оно получено. Присоединю к всему и следующие слова святого Григория Синаита. «Благодать есть в нас со времени святого крещения, но по нашему невниманию, осуячению и неисправности в жизни она подавляется, или, да как талант в землю зарывается. Когда кто полагает жить исправно, возревновав о спасении, то весь труд его вследствие того плодом имеет восстановление в силе сего благодатного дара». Совершается это двояким способом. Во-первых, Дарсия открывается многотрудным исполнением заповедей, и поскольку кто преуспевает в исполнении заповедей, постольку Дарсия проявляет свою светлость и свой блеск. А во-вторых, приходит он, да, то есть дар этот, в явление, и раскрывается непрестанным молитвенным призыванием Господа Иисуса. И первое средство могущественное, но второе могущественней. Так что и через первое, через него получает свою силу. Поэтому, если искренно хотим раскрыть сокрытое в нас семя благодатное, то поспешим поскорее навыкнуть всему последнему сердечному упражнению. Иметь в сердце – это одно дело молитвы. Безвидно, невоображенно, пока оно согреет сердце наше и распалит его до незреченной любви Господу. Тут совмещается все, о чем я напоминал тебе выше, в четвертом пункте. То есть вот, да, важные слова для всех, для нас, что благодать Божия, да, она в крещении. То есть можем сказать, что Бог благодатью своей приходит в сердце человеческое во время крещения. Но, к превеликому сожалению, по нашей невнимательности, по нашей суете, по нашей лени, мы эту благодать, как некий дар в землю зарываем. И перестаем это видеть, перестаем это чувствовать. И кажется, как будто уже и нет в нас ничего. Но, тем не менее, благодать в человеке после крещения пребывает. И задача человека, да, если ты все-таки как-то вот утратил вот это вот понимание, видим, да, двумя способами вернуть себе вот это вот действие вот этого благодатного дара. Или исполнение заповедей, да, или подвиг молитвенный. Ну, хотя можем, в общем-то, сказать, одно без другого не бывает. Что заповеди без молитвы не получится выполнять. Ну, и нельзя молиться и заповеди не исполнять. То есть все вот это вот вместе, оно является вновь всю ту светлость и блеск дара Божия. В чем? Помоги всем нам, Господь. Господь.